Образовательные курсы прошли, деловые встречи состоялись. И Волгомолодежный форум «Без границ», как его назвали сами организаторы, официально закрыт. Победители грантовых конкурсов объявлены. Выбрали 34 лучших проекта в Приволжском федеральном округе. Пять из них принадлежат авторам из Чувашии. Дальше, ближе к делу, молодые и перспективные начнут реализовывать идеи, на которые теперь есть средства. Добровольчество, лидерство, медицина, экология и даже политика и бизнес – это только часть направлений, по которым были представлены проекты на молодежном форуме Приволжского федерального округа «Иволга». Второй год подряд он прошел в онлайн-формате из-за пандемии, но на креативности идей это никак не сказалось. Владислава Смирнова придумала, как обратить внимание молодежи на экологические проблемы родного края, страны и всей планеты, без едва ли не экстремистских призывов в стиле Греты Тумберг. На создание специальной лаборатории она получила грант в размере 650 тысяч рублей от Федерального агентства «Росмолодежь». На самом деле очень выполнительно, до сих пор не верится, руки трясутся, необычные эмоции, так скажем, даже щечки онемели. Фишка моего проекта – это то, что люди, которым мы, как скажем так, дадим базовые знания об экологии, правильном обращении софтор с сырьем, бумагом, металлом, пластиком, будут передавать свои знания дальше. Студентка шестого курса медицинского факультета Анастасия Капитонова собирается обучать волонтеров-медиков о зам первой помощи в районах республики. На это у нее теперь есть 200 тысяч. Как все участники, я очень переживала и казалось, что защита прошла не так, как хотелось, не так, как планировалось. И поэтому я сейчас немного в таком эмоциональном шоке, что, несмотря на все какие-то отрицательные нюансы, которые, казалось бы, были, все-таки вошла в число победителей. Проект неформального образования достаточно на формальном языке представила Рамиля Нургаянова. У нее все четко. Идея, реализация, трансформация, 330 тысяч на все. По опросу студентов Чувашии они мало осведомлены о том, что такое неформальное образование, мало принимали участие в подобных мероприятиях. Поэтому мы решили с командой нашего проекта создать такую школу, образовательный интенсив, где они бы смогли проверить себя, прокачать свои навыки и вообще подумать о том, как может развиваться неформальное образование. Отличилась и команда пупсики из Чувашии. Программа «Республика» уже рассказывала, как она сражалась за столом «Что, где, когда» в молодежном чемпионате Приволжского федерального округа. Третье место – заслуженная бронза. И доказательство того, что даже те, кто называет себя пустоголовым пластиковым пупсом, могут креативить и отвечать на самые каверзные вопросы не только ведущего, но и самой жизни. Татьяна Трофимова, Юлия Адюкова, Павел Ракитин. «Республика».